Приветствую вас! Как я понимаю, ваш брат сейчас переживает, ну, в самый пик подросткового периода, и в общество подростковый период всегда славится тем, что дети в нем совершенно неконтролируемые, потому что они как раз готовы к росту, что следует из трактовки, собственно говоря, подростка, да? Слово подросток. Значит, основная проблема, которая мне видится в вашем случае, заключается в том, что ваш брат никогда ни в чем не знал отказа. То есть, он младший, он избалованный, его, видимо, любили слишком, весьма ему слишком много позволяли, и, собственно, это привело, при наличии определенных моделей поведения, это привело вот к тому, что сейчас с вами и происходит. Что делать в этой ситуации? Ну, во-первых, необходимо привлекать человека, привлекать именно человека. Так вот, человека необходимо привлекать к ответственности. То есть, необходимо учить его ответственности за то, что он делает. И это, в первую очередь, отношение как к взрослому, совершенно правильно вам сказал мой коллега, отношение как к взрослому. Но, с другой стороны, это еще и обязательно разговор, это обязательно диалог, это обязательно определенные объяснения, позиционирование подростков как взрослого, это обязательно четкое проговаривание того, что он хочет, того, что ему нужно, и в каких условиях, в каких случаях он это получит. То есть, то, что ему нужно. То есть, договорная основа, это основа в данном случае вообще говоря всего. Чем более успешна будет подобная модель поведения, тем лучше будет для вас, потому что, собственно говоря, именно так и, пожалуй, только так мощно чему-то вашему брату научить. Так давайте сразу определимся и скажем, чтобы было понятно. Проведение вашего брата является следственным отношением к нему, и чтобы изменилось оно необходимо, чтобы изменилось отношение к вашему брату, чтобы его стали воспринимать не так, как воспринимают сейчас, а по-другому. чтобы он больше чувствовал ответственности за свои поступки, чтобы он понимал, что нету вседозволенности и так далее. Сейчас у него эта вседозволенность есть, и ее много. Она, по сути, я бы сказал, эта вседозволенность, она во все поля просто, она вот, как бы, ну, невооруженным взглядом видна, и я думаю, что это нехорошо для вас и для вашего брата тоже. Соответственно, думается мне, что это для вас единственный выход из ситуации. Работать с родителями, работать с семьей, не только с вами, а и вместе вырабатывать опцию стратегового поведения, дабы, ну, начать, потихонечку перевоспитывать вашего брата, потому что пока это еще можно сделать, он еще подросток. Но времени осталось немного, через буквально два-три года это уже будет делать поздно, и тогда могут начаться большие, я бы сказал, возможно, серьезные проблемы у него, а у него, значит, и, возможно, у вас, возможно. То есть, я не говорю однозначно, что они у вас будут, вы не подумайте чего плохого, но, тем не менее, такая ситуация вполне возможна, и если вы ее не хотите, то лучше будет, если вы все-таки, ну, во-первых, наверное, родителям дадите почитать ответы, в частности, осуществить мой ответ, и, в частности, донесете до них, постарайтесь до них донестись, что вот так дальше продолжаться не может. то есть, вы таким образом, не знаю, понимаете вы это или нет, но вы таким образом вредите своему брату, то есть, вы портите ему жизнь, и портите ему жизнь, к сожалению, очень сильно. То есть, у вашего брата, ну, достаточно искаженная, я бы сказал, у него система ценностей, то есть, у него искажена система ценностей, искажено понятие, что хорошо, а что плохо. И вот, кто ответственен за это? Какие идеалы с ними? Этим нужно работать. И тогда есть шанс, что вашего брата, ну, вашему брату можно будет помочь. Это возможно, более чем. Но, возможно, только при условии вашего совместного желания. То есть, желания не только вашего, но и родителей. Потому что брат, ну, понятно, надеюсь, он не будет стремиться к тому, чтобы облегчить вам, например, вашу задачу. Вот. Я думаю, что именно так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, буду рад помочь. Пишите в личку. Вообще, по-хорошему, нужно работать с вашими родителями. Как я уже сказал, это вообще очень-очень важно. Вот. Ну, а если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!